Всем шалом! Мы попробуем с вами восстановить хронологию событий жизни Авраама нашего праотца вкратце, а также приведем малоизвестные факты о известных людях и событиях. Первая жена родила Ишмаилю много сыновей и дочь по имени Басмат. Потом они расстались, когда Ишмаилю знал, что однажды Авраам приехал в гости, и это Мариса прогнала старика, не дав ему даже попить воды, так и не поняв, что он ее тесть. Узнав об истории с отцом, Ишмаилю взял себе другую жену из Кнаана по имени Малхут, и та родила ему еще несколько сыновей. В Аравии Ишмаилю быстро нашел соратников, разбогател, ведя кочевой образ жизни местных жителей временами, промышляя грабежом. Слава о нем, его удали и меткости быстро завоевала ему славу среди местного населения, и он со временем стал править этими кочевыми племенами. Ишмаилю очень любил отца и не держал на него зла. Он нередко навещал Авраама и участвовал в его жизни до самой смерти своего папы. Отец тоже иногда навещал сына в Аравии как минимум дважды. Братья Ишмаил и Ицхак тоже со временем нашли общий язык и впоследствии относились друг к другу с уважением. Авраам пытался решить проблему с нехваткой воды в регионе и копал колодцы и водохранилища для общего пользования. Так как периоды засух участились, умирало много людей. Местным правителям это очень сильно не нравилось. Они предпочитали контролировать источники воды и использовать их в качестве рычагов для своей власти. На этом фоне у Авраама случались разногласия с местными правителями и даже своим элыхом царем филистимлян. После чего Авраам заключил соглашение с ним и удалился в пустыню Негев, где основал поселение Бер-Шева. Дословно колодец клятвы или колодец семьи. То есть семья овец, как символ договора между ними. И там он жил вплоть до конца жизни. Терах, отец Авраама, умер, когда Ицхаку было 35, Аврааму соответственно 135. Тераха похоронили на хор и Авраам в Харане. Это произошло за два года до приношения Ицхака и смерти Сары. Когда Аврааму было 137 лет, а Ицхаку 37, в гости приехал Ишмаэль. Вечером между братьями развязался спор о том, кто из них больше праведник. Ицхак сказал, что он не отказывается от своих слов, сказанных в детстве, и до сих пор готов на смерть ради дела отца. В этот момент Аврааму Всевышний и говорит, возьми сына своего единственного и принеси мне жертву всесожжения. Кстати, Бог не требовал у Авраама эту жертву, а попросил его сделать ее, если он считает, что способен на это. Утром Авраам стал говорить с Сарой о том, что сын растет, но все еще не учился в Ешиве Шеме и Эвера, что она думает на то, чтобы отвезти его к ним ненадолго. Ничего не подозревающая Сара, конечно, волновалась, но согласилась с мужем и стала собирать сына в дорогу. Кроме Ицхака, Авраам взял с собой Ишмелия и Лейзера. Он предупредил, что по дороге к Шему надо зайти на Святую Гору и приносить приношение на жертвенника, который установил там много лет назад. Они шли три дня, Аврааму было очень много времени для того, чтобы он подумал над всей своей жизнью за это время. По дороге все участники шествия догадались, куда и зачем они идут. Подойдя ближе к цели, Ишмелия и Лейзер стали рассуждать, кто из них более достойный наследник после Ицхака. Поэтому и были оставлены ждать у подножия горы. Уже на полпути на гору Ицхак убеждается в том, что ему предстоит и уже лежа на жертвеннике он просит отца потуже застянуть узлы веревки, чтобы нечаянно, дернувшись, не испортить отцу жертву. После этого Ицхак ослеп от слез ангелов, которые капали в его глаза с небес, наблюдая за приношением. Кстати, баран, запутавшийся в кусте, был сотворен в шесть дней творения специально для этого случая. Один рог Авраам оставил себе на память, именно он стал тем первым рогом, который прозвучал впервые в мире в Росшшана. Мы продолжаем трубить в рог в память об этом событии и взываем к заслугам этих праотцов. Этот рог стал национальной реликвией, наряду с посохом и тому подобными артефактами из него помазывали на царство царей дома царя Давида. Второй рог прозвучит во время прихода Машиаха. Ицхак после этого ушел учиться к Шему и Эверу, так как именно так было заявлено Саре. Ог поспешил к Саре рассказать о том, что Авраам пытался зарезать своего сына. Он надеялся, что Сара уж Этакова не простит своему мужу, бросит его выйдет замуж за него. Ог уже давно мечтал жениться о Саре. Особенно интересно это выглядит в свете комментариев, что Ог это Элиэзер. Сара поспешила к Гаремурии, ее сердце не выдержало. Она умерла по дороге в городе Хеврон, когда убедилась, что Авраам был там несколько дней назад и поняла, что не успеет увидеть сына живым. Поэтому Авраам узнает о ее смерти в Хевроне и хоронит ее там же в Марат Махпела. Сара умерла в возрасте 127 лет от роду в 2085 году от сотворения Адама. Не все комментаторы считают смерть Сары испытанием Авраама, тем не менее, само то, что Авраам не стал спрашивать Бога, за что ему и ей это так произошло, является огромной, конечно же, его заслугой. Авраам не просто так заплатил целых 400 шекелей за поле и фроны и за пещеру Махпела. Дело в том, что он отчеканил монету с изображением всех чудес, которые с ними произошли. Это планировалось как целая рекламная акция Бога и всех чудес, совершенных для него и для его покойной жены. Есть мнения, которые присписывают Аврааму саму идею вообще чеканки монет и изображений на них. Лишь позже правители, хорошо работает в качестве распространения информации, начали подражать идеи Авраама. Кроме рекламы в виде чеканных монет, Авраам добился неоспоримости своей сделки, чтобы никто в будущем не мог оспорить права потомков на эту землю. Хвастливые слухи, которые распространял сам Эфрон о том, как он продал глупому Аврааму никому не нужное поле за баснословную сумму, как нельзя лучше распространяли весть об этой сделке. В тот же год умер Авимеллах, царь Филистимлян, один из немногих союзников Авраама среди местных жителей. Лот, брат Сары и племянник Авраама, умер через год после сестры в 2086 году в возрасте 142 лет. Выходит, что он родился в 1944 году сотворения Адама и был старше своего дяди на 4 года и старше своей сестры Сары на целых 14 лет. Еще через год умер брат Авраама Нахор в 2087 году в возрасте 172 лет. Выходит, что он родился в 1915 году и был старше Авраама на 33 года. Он был дедушкой Ривки и успел увидеть внучку перед смертью. За эти годы Авраам потерял очень многих своих родственников и друзей, поэтому решил устроить женипбу сына, пока еще был жив. Адама